Что мы теперь знаем, что медианой является значение 3 в исходной переменной и, следовательно, значение 10 в переменной дубликателе. Поэтому мы ожидаем увидеть именно такое значение, которое удовлетворит нулевой гипотезе непараметрического одновыборочного теста Вилл Коксона. Давайте проверим, так ли это. Нет, оказалось, что это не так. Зайдем в диалоговое окно и видим, что вроде как медиана реальная и медиана предположительная совпали. Почему же отвергнута нулевая гипотеза? Дело все в том, что этот метод очень чувствителен к асимметрии распределения. Возьмем вспомогательные модельные данные. Вот, допустим, некая переменная с пятизначениями почти симметрично распределена. Это переменная. Однако, 1% наблюдений, даже полпроцента наблюдений, на концах формирует асимметрию. Благодаря этой асимметрии, даже здесь, хотя, казалось бы, медиана является достаточно репрезентативным для данного признака значением. То есть, у нас половина наблюдений имеет значение меньше трех, и половина наблюдений имеет значение больше трех. Так вот, несмотря на эту асимметрию, точнее, благодаря этой асимметрии, будет отвергнута нулевая гипотеза. Полагаем третью предотвращение в качестве медиана. Получаем, что гипотеза отвергнута. Таким образом, несмотря на то, что метод называется непараметрическим, и предполагается его...